Появление Путина, как утверждается на территории Херсонско-Луганской областей, связанной с этой поездкой неостыковки. Обсудим с клумнистом Deutsche Welle Фёдором Крашенинниковым. Фёдор, у нас во связи. Привет. Привет. Здравствуйте. Добрый день. Фёдор, зачем нам всё это показывают? Я, во-первых, немножко удивлён, почему раньше нам это не показывали, потому что жанр и визит верховного главнокомандующего в окопы боющей армии – это такой классический жанр для воин. И сам по себе эта идея и стратегия пропаганды стара, как война. То есть царь приезжает на фронт, встречается с военнослужащими, они кричат «Ура!», а он им дарит какие-нибудь, я не знаю, иконы, к примеру, сакральный предмет. Мне кажется, у Ярослава Гашека в книге про Швейка что-то такое есть, когда к ним приходит какая-то эрс-герцогиня и раздаривает какие-то иконки солдатам. Разница только в том, что Путин раздаривал иконки не солдатам, он не стал уж снисходить до солдата. Очевидно, солдат трудно загнать в карантин на две недели всех, а генералов можно и ограничиваться общением с генералами. Поэтому я не вижу ничего странного в том, что он это сделал, потому что через уже больше года идет война, и как-то действительно странно, что он все еще не совершил этот необходимый жест. Очевидно, они решили, что пришла пора, ну и плюс это как-то вдохновить войска. Во-первых, показать, что верховный главнокомандующий вот приехал. Во-вторых, наверное, показать всему миру и нам, которые над ним постоянно смехаются, что не так уж он болен, пуглив и сидит в бункере безвылазно, как мы про него. Ну и третье, возможно, он действительно хотел донести до вот этих генералов какую-то важную мысль, сообщить им о каких-то принятых решениях, может к чему-то их подготовить деликатно, я не знаю. Но в целом это вполне нормальная стратегия для, так сказать, Путина и для человека в его положении. Другое дело, как это все было разыграно, да. Я согласен с тем, что не имеет никакого значения, когда это было, вот откровенно говоря. Понятно, что они дождались, пока он вернется из поездки, обработали полученные материалы. Из длинной поездки с несколькими пересадками смонтировали какой-то коротенький ролик, да, потому что на вертолете он, похоже, летал по территории. России, как говорят, дальше он вышел из вертолета, сел уже в автомобиле, передвигался дальше по земле, потому что летать на вертолете над оккупированными территориями все-таки страшновато, наверное. А так, в общем, все сходится. Поэтому я думаю, что вот эти вот переменные одежды, они, во-первых, возможны в течение одного дня, а скорее всего не связаны с тем, что он просто очень долго ездил, несколько раз пересаживался там с транспорта на транспорт, ну и, может быть, несколько раз переодевался, не знаю уж по случаю чего. То, что это было до Пасхи, ну да, очевидно, это было несколько дней назад, и они дождались, пока он вернется, и, так сказать, уже можно будет безболезненно показывать, что, да, Путин ездил на оккупированной территории. То, что он там вообще был, не вызывает сомнений у тебя? Ну, я, как и его первая поездка в Мариуполь, я, честно сказать, не очень понимаю, чего ему бояться, потому что, как известно, государственным деятелям бояться надо больше мероприятий, которые запланированы, происходит запланированное время в известном месте. Вот это действительно создает некоторый риск. А то, что без объявления программы он срывается и приезжает на оккупированную территорию, где в три слоя все покрыто спецслужбой, армией и так далее, и так далее, и все зачищено, и солдаты стоят в пять слоев, в пять кругов вокруг этой зоны, я не вижу, что если могло бы угрожать. И как мы видим по итогам этой поездки, завершившейся, о том, что она вообще была, мы все узнали, так сказать, постфактум. То есть ничего не угрожало ему, и почему бы он не мог ее предпринять, например. А вот эти вот все сомнения, что он, дескать, встречается с людьми за длинным столом и так далее, повторюсь, те люди, с которыми он непосредственно общался, они вполне могли отсидеть и карантин. Почему нет? Их там не так много вокруг него и было, с кем он там непосредственно пообщался. А вот кого там непосредственно не было и с кем он не общался, обращают внимание на себя то, что там не было Шойгу и Герасимова. Почему без высших военачальников прошла эта поездка? Ну, может быть, имеется в виду, что он с ними как бы в Москве общается, он же тут недавно с Шойгу общался все-таки где-то, а тут он как бы приехал на фронт, и там как бы с этими фронтовыми генералами, которые буквально могут потом уже прийти к солдатикам и до них донести вот это отеческое благословение, которое они получили, показать им издалека иконку, привезенную лично Путиным из Москвы. То есть, ну, возможно, это какая-то попытка такого заигрывания в окопного своего отца солдатов, что, дескать, вот это не какая-то делегация из Москвы, приехала, говорит, с министром барона, начальником гидштаба, Путиным, а вот он сам лично вдруг сорвался и поехал посмотреть как-то на фронтах. Хотя, опять же, понять вот эти византийские игры я не очень готов трактовать. Я еще раз повторю свою старую теорию, что мы вообще слабо себе представляем, кто на самом деле входит в ближний круг Путина, кто ему важен, с кем он советуется, еще мнение ему интересно. Поэтому очень может быть, что тот же Шойгу давно уже, так сказать, просто свадебный генерал, и Путин не сильно-то им и интересуется, им и его мнением, и вообще тяготится его обществом, например. Не совсем чтобы о Путине, но так или иначе связано с последними событиями, тоже довольно загадочного плана явления. В приграничных регионах отменяется парад, а по всей стране бессмертный полк. Вот сегодня объявили, что бессмертного полка не будет нигде, ни при границах, ни в центре страны, ни на Дальнем Востоке. Почему? Ну, я думаю, они напуганы все-таки активностью украинских спецслужб и вот этой истории, например, последней с татарским. То есть, честно сказать, если история с Дарьей Дугиной еще могла быть списана какое-то единичное проявление, то теперь мы видим, что спецслужбы Российской Федерации не способны предотвратить совершение терактов, которые могут быть совершены, ну, в интересах, скажем так, назовем это условно украинской стороны на территории Российской Федерации. Причем речь не о прифронтовой зоне, это может быть Санкт-Петербург, как выяснилось, а следовательно, это может быть где угодно. Поэтому, я думаю, это просто страх, они боятся, что скопление людей может еще и прямая трансляция, ведь в чем, так сказать, дополнительная сложность этих мероприятий, это еще и прямая трансляция. То есть, если, предположим, какое-то шествие бессмертного полка, как они себе это представляют, превратилось бы в антивоенное шествие, ну, вдруг, например, да, вот люди бы вышли под соусом, что мы пришли на бессмертный полк, а сами достали в последний момент, я не знаю, украинские флаки, например, да, а это все в прямом эфире. Или что-то случилось бы на этом шествии, а это тоже в прямом эфире. Это бы, конечно, омрачило праздник, испортило, создало ненужные последствия. Поэтому они решили не провоцировать и не создавать возможности для этих вот своих, как они себе видят, зловещих и вездесущих врагов и по возможности свернули вот эти массовые мероприятия 9 мая, как они очевидно думают, чтобы сократить оперативные возможности для противника. Хотя, конечно, как это выглядит с точки зрения Российской Федерации, вообще довольно странно, да, меня, например, беспокоит вопрос, а что если кто-то все-таки решит выйти с портретом своего деда-ветерана на улицу в этот день, что с ним сделают, его изобьются, будут ли его судить, по какой статье и вообще, так сказать, чем это может кончиться для тех, кому кажется, что вот выйти с портретами ветеранов в этот день, это не государственный праздник, а его личная, например, идея, да, как это и было в начале этого движения. Вот тут могут быть весьма странные, так сказать, столкновения двух позиций государства, предыдущие и настоящие. Ну как, несогласованная акция, вероятно, у нас же, если ты помнишь, и крестный ход на Пасху просто от несогласованной конфессии был тут в Санкт-Петербурге зачтен как несогласованная акция. Да, хороший, я тоже вспомню этот случай, что люди там зажигали огонь, так сказать, а им сказали нет, извольте перестать. Поэтому может быть и такое, конечно, но в целом, если ничего такого не будет, надо будет констатировать, что вцепившись в изначально народную идею вот этого бессмертного полка, власть ее окончательно выхолостила, и стоит только власти сказать, все, больше не надо ходить, как выяснилось. Что людям как бы и не надо, что они как бы и не очень хотели. Ну вот мы, кстати, сейчас узнали, а сейчас переходили. Всякое бывает. Ну вот, такое бывает, да, и мы по итогам, просто удивительно, что в 9 мая в парады и в эти шествия власть очень много вкладывала в последние годы. Это, по сути, был главный ритуал государственного культа. А теперь они сами его берут и упраздняют, причем в такое трудное военное время. Это, конечно, нет хорошей жизни, скажем так. Парад-то никто не упраздняет, смотри, несмотря на прямой эфир. Я думаю, что парад они не упраздняют, наверное, потому что, ну это уж совсем позорище, в условиях войны еще и парад не проводить. Но они действительно упраздняют в некоторых регионах, то есть, очевидно, в Москве в этот момент будут работать все ПВО и там, я не знаю, в три круга. Возможно, я не знаю, где там в итоге будут парады, может, они просто будут очень далеко от линии фронта, докуда не долетит ни один беспилотник. И это позволит создать хоть какое-то ощущение того, что, ну, в общем, парады вот остаются. Хотя там еще вопрос техники, есть ведь версия, что и не так все хорошо с техникой, например, да, что если уж тащат на фронт танки Т-55, то взять где-то для парада новенькие хорошие танки, их надо просто с передовой снимать и тащить, и красить, и возить где-то там по площадям в тылу. Ну, слушай, не забывай, что еще есть танковый биатлон, там тоже какие-то танки остались, не все подбили. А вот остались ли остались ли? Это большой вопрос, да, за этот год могло и по биатлону, так сказать, пройтись. Спасибо большое, благодарим нашу коллегу, клумниста Deutsche Welle Федора Крашенинникова.